В дополнение сейчас хочу сказать. Дыхание по Вимхофу, если вы идете обливаться, если у вас ледяная ванна, делайте до любой процедуры по холоду. В некоторых случаях при обливании, я говорю делать после, но это в исключительных случаях, в основном дыхание делается первым. Дальше мы идем взаимодействовать с холодом. Почему? Потому что дыхание силу огня вызывает в вашем теле, открывает все потоки, ну а скажем так, физическим примитивным языком, лимфу разгоняет, и вам не надо обливаться с ног, например, а можно сразу с головы, но опять же, с головой обливаются, должны обливаться продвинутые пользователи, которые уже приучили тело. Те, кто начинает обливать, важно, затылок и лицо. Женщинам можно просто побрызгать голову капельками, чтобы изгнать сущности и просто очиститься. И вообще нам неблагоприятно мыть голову каждый день, нам благоприятно мыть голову раз в неделю, если вы не хотите лишиться психической энергии. И иметь устойчивость, я имею в виду устойчивость в психике. Дальше что у нас идет? Идет полностью смена химического состава крови, гормональной, и вы ready, fight or flight. То есть у вас повышается норадреналин. У вас химический состав тела приобретает такую гармонию, при которой вам любой холод не страшен. Но это больше будет на моем цифровом курсе, который будет скоро выложен на веб-сайте. Помимо этого я, помимо Вимхоффа, Вимхофф это всего лишь малая часть, которую я дам там. Мой образ жизни, он шире, глубже. И просто один Вимхофф не спасет, я имею в виду, метод. Это все не работает так. Работает только все в комплексе, с огромным комплексом. И я покажу, как для начинающих, так и для продвинутых. Там будут рецепты по питанию, там будет все, что я знаю. Для тех, кто не может, конечно, пройти обучение под моим персональным руководством. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!